по поводу завершения изделия как делаю я чтобы было красиво закончено надо сойти на нет чтобы ряд сошел на нет для этого надо начинать плести более тонкими и короткими иголками вот у меня здесь иголки с одного дерева нападали но среди них есть как толстые иголочки даю вот выбираю они у меня не посортированы ничего в процессе плетения как-то я сортирую их начинаю плести и значит вот есть толстая иголочка а есть намного тоньше иголка и я такие иголочки тоненькие вот еще тоньше до откладываю в сторону как бы бывает что иголка рвется пополам я тоже откладываю не выбрасываю иногда у меня такие иголки которые порваны можно их просто вставить пучок для объема и использовать плетение не обязательно их выбрасывать в мусорку у меня уходит все и вот такие значит тоненькие маленькие иголочки ими завершаем плетение когда мы начинаем ими плести естественно наш пучок становится тоньше потом значит при завершении плетения можно пучок если он вам кажется толстым можно одну там иголочку 2 подрезать подрезать ножницами его делать все тоньше 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 и в итоге сойти на нет закончить плетение еще один вариант значит можно обработать край изделия ниточной техники то есть пучок иголок пучок иголок мы из самих иголок формируем либо вот из таких вот обрыв очков которые остаются порванных иголок тоже можно использовать все это в пучок вставлять и обматываем обычной ниткой нитки я люблю использовать для прошива обуви они очень крепкие и что мне нравится их можно взять зажигалку и и подплавить концы зажигалкой чтобы не заморачиваться и не делать узлы если обратить внимание с обратной стороны здесь можно присмотреться увидеть подплавленные узелочки это же вот завершение видите завершение ряда идет то же самое входим на нет просто перестаем докладывать в пучок иголки он заканчивается у нас вот такой вариант завершения можно место такой ниточной техники взять пруд из обычной лозы да и нитками пришить этот прутик по бортику тоже будет ровно и изделие красиво смотреться завершенным в этом изделие тоже сошло на нет здесь и в крышке и вот видите здесь ряд тоже сходит на нет его практически не видно здесь крышка в этом месте специально закреплена и этого этих стыков не видно здесь смотрится красиво аккуратно можно пришить пучок иголок вот как в этом изделие да вот просто я взяла пучок иголок и ниткой в цвет пришила стежками тоже получается аккуратно и в цветовой как бы гамме вот изделия вот и хлебница такая как вариант но вы тоже экспериментируйте может быть придумайте что-то свое